Как всегда, новый день встречаем с программой Утренний Фрэш. Я, Анна Карачук, в этом выпуске расскажу о некоторых актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлю с другими интересными фактами, которыми пестрит всемирная паутина. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посетители выставки, отмеряя времени ход. Коллекция часов в собрании музея Гомельского дворцового паркового ансамбля – одна из самых захватывающих. Она дает представление о том, насколько разными бывают хронометры. Мини-выставка открылась в центральной части дворца. Его гости увидят часы, которые были изготовлены и использовались в конце 19-го – начале 20-го века. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 10 апреля во дворце Румянцевых и Паскевичей начнет работу выставка «Избранные святые». Иконы, выполненные в традиции резной иконописи, представит Владимир Куклин. Образы созданы по канонам древнерусских прорезей. Более того, автор уже в течение долгого времени занимается реставрацией икон, познакомится с его работами и позволит выставка, которая продолжит работу до 17 мая. И еще об одной выставке, с которой можно познакомиться в стенах дворца Румянцевых и Паскевичей. Проект без срока давности посвящен 75-летию Великой Победы. Он объединил труд музеев разных стран. Вниманию гостей музея представлены подлинные экспонаты. Они хранятся в фондах музея-дворца. Также частью экспозиции стали фотографии о деятельности поисковых отрядов Смоленщины. Материалы выставки расскажут посетителям о том, как шло возвращение имен неизвестным героям. Творческий тандем Олега Лукашевича и Александра Алексеева хорошо известен в Белоруссии и за ее пределами. Эти журналисты более 20 лет работают на самых престижных кинофестивалях. Одно из направлений их творчества – репортажная фотография, герои которой – звезды мировой величины. Этот уникальный архив можно увидеть на выставке под названием «Звезды знаменитости» в объективе Олега Лукашевича и Александра Алексеева. Прогуляться по красной дорожке со звездами кино и шоу-бизнеса и прочувствовать атмосферу мировых кинофестивалей предлагается гостям Дворца Румянцевых и Паскевичей. К следующим новостям. Праздник робототехники и инноваций ждет гомельчан. Участникам турнира «Робоквест» предстоит создать своего первого робота. Также они смогут окунуться в мир виртуальной реальности и даже овладеть силой мысли. Кроме того, в программе – работа интерактивных площадок, выставки и стенды, а также соревнования в разных дисциплинах и кое-какие приятные сюрпризы. Детей нашего региона приглашают к участию в конкурсе под названием «И пусть поколения помнят». Творческое мероприятие приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Конкурс направлен не только на развитие творчества, но и на знание истории. При изображении поздравительной графической открытки приветствуется новизна, креативность и авторский подход к дизайну. Сначала победители будут определены на районном этапе, потом на областном. Для них подготовлены специальные призы. Окончательные итоги конкурса подведут к празднику победы. К другим интересным новостям. Специалисты из Швеции разработали батарею, способную полностью зарядиться всего за несколько секунд. Новинка представляет собой органическую протонную батарею. Она рассчитана на 500 циклов зарядки и разрядки. При этом показатель емкости аккумулятора снижаться не будет. Заряжать новую батарею можно с помощью солнечного элемента. А независимость от температурных показателей – еще одно преимущество новинки. А тем временем в Китае инженеры разработали умную стиральную машину с функцией голосового управления. Причем взаимодействовать с новинкой можно удаленно. В ней 22 режима стирки. Предусмотрена не только функция поддержки голосовых команд, но и возможность традиционного запуска и задания режима в стирке в ручном режиме. Габариты машинки позволяют постирать до 10 килограммов белья. Представители семейства врановых птиц не уступают в своем развитии обезьянам. К такому выводу пришли ученые. Результаты исследования доказали, что вороны способны к сложному обучению и даже обладают навыками логического мышления. Они способны строить планы, запоминать информацию и использовать орудия труда. В целом, при компактных размерах мозг вороны способен обрабатывать большой объем информации, утверждают специалисты. Далее о наших домашних питомцах. По природе у кошек более независимый характер. Это делает их не таким привязанным к человеку питомцам, как собаки. Но есть определенные породы, которые умеют хранить верность не хуже, чем собаки. Среди них – сибирская. Это очень пушистая кошка, в которую быстро влюбляются все члены семьи. Они терпеливы и спокойно реагируют на активность детей. Кстати, сибирская кошка может легко уживаться и с другими животными. А для маленького щенка она способна даже выступить в роли наставника. Считается, что эта порода обладает высокой степенью родства с дикими кошками. Это делает из них отличных охранников для частного дома. Хозяева этих кошек могут быть уверены. Проблема с грызунами будет решена еще до того, как о ней получится узнать. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему ваш домашний питомец крутится перед тем, как лечь спать? Специалисты утверждают, корни этого поведения уводят во времена, когда эти животные были еще дикими. Когда-то им приходилось выполнять такие действия, чтобы подготовить свое спальное место. Они специально мяли землю, листву, ветки, чтобы на них можно было комфортно лечь. Выходит, крутится это природный инстинкт, что и проявляется у домашних животных. А вот кошки таким образом еще выбирают и наиболее безопасное место. Доказано, собаки могут спасти человека от одиночества. На эту тему было проведено исследование. Пока выяснить, как именно четвероногие действуют на психику людей, ученым не удалось. Но почти все участники исследования отметили изменения в их жизни с приобретением собаки. Появление питомца расширяет круг общения. Владельцы переходят на активный образ жизни, поскольку собакам нужны прогулки. Все это положительно сказывается на физическом здоровье человека и минимизирует риск развития депрессии. И напоследок один из интересных фактов о Гомеле. Точнее об одном из зданий по улице Советская, которое точно знают все гомельчане. Это доходный дом купца Лейбы Майенса. Он представляет собой три смежные постройки, возведенные в 1894 году. Здание впечатляет богатством наружного декора. Глядя на него, можно узнать, как выглядел исторический центр города над Сожем в начале 20-го столетия. Изначально три этажа дома использовались для разных целей. Квартиры были только на третьем. Первый этаж занимали винный магазин, аптека и нотариальная контора. На втором проводились педагогические курсы, которые со временем сменила средняя школа. А сейчас, как все знают, здесь находится отделение почты. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы. Рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск. А также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь4» в 20-25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Анна Корольчук. Как всегда, хочу пожелать, чтобы ваш день был легким и продуктивным, а настроение солнечным. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok